Добрый день, дорогие друзья! Кто из вас принимает или принимал когда-либо участие в субботнем богослужении в любом качестве? Поднимите руки. Вот я вижу наших хороших активных участников. Спасибо. Кто из вас когда-либо принимал или принимает участие в молодежных богослужениях? Вот я вижу, что большая часть из вас поднимает руки, и это замечательно. Я думаю, что невозможно принимать участие правильным образом, не поняв саму цель, для чего же вообще богослужение. И мне кажется, что очень часто проблемы у нас возникают. Почему? Потому что мы все имеем какую-то цель, но не обязательно эта цель у нас единая, потому что мы иногда по-разному понимаем цели богослужения. Сегодня я хотела бы посвятить этот семинар именно этому. Этот семинар немного длинный, поэтому мы не успеем пройти за оставшееся время все пункты, которые как бы помогут раскрыть тему. Но мы остановимся хотя бы на самых основных и прежде всего, что такое вообще богослужение и какого богослужения ожидает от нас Господь. И мне хотелось бы, чтобы вы, как представители молодежи, как люди, которые сегодня ходят в церковь, которые сегодня участвуют в этих богослужениях, для себя задали следующий вопрос. Что могу сделать лично я и моя молодежь в общине, чтобы богослужения в субботу утром, в другие дни и молодежные богослужения стали другими, более живыми и более интересными. Вы видите, что здесь в названии использовано очень интересное выражение, что богослужение – это визитная карточка церкви. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Представьте себе, встречается два студента после летнего отдыха, и один другого спрашивает, ну как тебе летом удалось отдохнуть? Или нашел ли ты хорошую работу, чтобы подзаработать? Говорит, нет, так не повезло вообще, не мог найти постоянной работы, где-то там подрабатывал, в каких-то кафе, в общем, недоволен, как прошло лето. А ты где работал? Нашел хорошую работу? И здесь второй студент, важно, из кармана курточки достает визитку и протягивает. Его друг берет визитку и читает название известного в городе банка. Он говорит, и тебя туда взяли? Ты там работал? И второй студент с достоинством отвечает, целое лето. Говорит, да ты что? С тех пор он с ним разговаривал по-другому, очень уважительно, и он забыл спросить, кем. А оказалось, он просто подметал во дворе этого банка. Но вы знаете, что в фойе всегда лежат такие визитки с адресами и прочее. И он запасся этими визитками и всем раздавал своим знакомым и друзьям. Скажите, подняло это его имидж в глазах его друзей, эти визитки? Конечно же. Вы знаете, я мечтаю о том времени, когда только от одного упоминания нашей церкви у людей будет в их сознании, в их душе что-то происходить. Когда они скажут с таким же удивлением и восторгом, вы ходите в церковь адвентистов? Да вы что, это же здорово! Это же замечательная церковь! Я мечтаю о том времени, когда нашу церковь будут настолько хорошо знать в обществе, как церковь прогрессивную, передовую, которая служит обществу, которая знает нужды людей, понимает людей, помогает людям, чтобы все, кто узнали, куда вы ходите, смотрели на вас с уважением. Но вы знаете, сегодня, чтобы поднять имидж церкви, нужно не только участвовать в социальных проектах города. Сегодня нужно думать о том, каково наше богослужение. Потому что когда-то наступает момент, когда вы говорите своему другу, пойдем со мной на наше богослужение. И скажите, когда вы пригласите, вы переживаете, каким будет богослужение? Вы очень переживаете. Бывали ли в вашей случае, в вашей практике такие моменты, когда вы сидели и думали, лучше бы сегодня я его не приглашал? Наверное, бывали. И, наверное, к сожалению, есть у нас и такие опыты, когда наши друзья или знакомые говорят, ты знаешь, спасибо, что ты пригласил, но больше я не хочу приходить на ваше богослужение. Богослужение – это визитная карточка церкви. Какова она, наша карточка? И вот давайте сегодня посмотрим, что же ожидает от нас Господь. Что Он хотел видеть на наше богослужение. Вы помните, что о богослужении Иисус Христос говорил еще даже до распятия, когда ходил по нашей земле. И вы видите, что вот это текст из беседы с Самарянкой, почти что с язычницей, когда Господь говорит, «Но настанет время, и настало уже», когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу как? В духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. И мы с вами думаем тогда, а что же это значит – поклоняться в духе и истине? И мы видим, что вот даже только вот из этих двух стихов, которые мы сейчас с вами посмотрели, мы можем для себя отметить, а что же желает Господь, что хотел Бог? Мы видим, что прежде всего Бог хочет, чтобы Ему поклонялись. Бог так сделал, чтобы у людей была возможность прийти поклониться. Бог в поклонении заинтересован больше в духе человека, чем в месте, где он поклоняется. Потому что Самарянка сказала, наши отцы где поклонялись? Вот на этой горе, а евреи вон там в храме. А Бог заинтересован больше не в месте, а в чем? В духе человека, который приходит на поклонение. Он хочет, чтобы этот дух был правильным. Он хочет, чтобы мы поклонялись в истине. Это значит по истинным принципам. И Бог хочет, чтобы наш дух, когда мы пришли, был созвучен Ему, Его Духу. Вы знаете, когда мы думаем, что же такое богослужение, мы с вами понимаем, что вот эта потребность, она заложена в поклонении в сердце каждого из нас. И в жизни верующего человека самым главным должно быть поклонение Господу и встреча с Ним, регулярная встреча. И вот субботняя форма богослужения, это не единственная, но одна из форм, каким образом мы можем поклониться Господу. Некоторые люди говорят, а зачем мне ходить в субботу на богослужение? Я могу поклоняться и где? Один у себя дома. Я и так, или на природе. Я пойду, я ничего в субботу не делаю. Я там где-нибудь полежу в уголочке на пляже, отдохну, поразмышляю, почитаю. Но Библия говорит, что Бог желает, чтобы народ Божий поклонялся уединенно, лично, но еще и как. Коллективно, вместе. Именно для этого Господь предусмотрел форму субботнего поклонения. Мы можем с вами отметить, что потребность в поклонении, это насущная нужда каждого, потому что Господь заранил эту, заложил эту потребность в сердце. И человек, чье сердце не познало Бога, он тоже будет все равно кому-то поклоняться. Но эти кумиры будут какие? Они будут ложные. Он будет поклоняться авторитетам, идеям, вещам и так далее. Но он все равно кому-то будет поклоняться. И мы с вами можем сказать, что мы счастливые люди, потому что мы нашли правильный объект поклонения. Мы нашли всемогущего Бога, который сотворил нас. Но какие же существуют проблемы с нашим поклонением, когда мы приходим коллективно? Вы знаете, как многие реагируют? Почему им не нравится богослужение? Я озвучу только некоторые замечания. Думаю, что молодежь, наверное, разделит некоторые из этих пунктов. И можно лист продолжать. Некоторые говорят, вы знаете, поклоняться Богу – это хорошо. Но почему служения такие скучные? Почему они такие безжизненные? Почему они слишком предсказуемые? Это значит рутина. Вот я сел, я могу закрыть глаза и скажу, что через 5 минут будет, а потом через 10, а потом через 15. Это правильно или неправильно? Должен быть определенный ход богослужения или не должен? Говорят, порядок должен, иначе будет анархия. Порядок должен. Должна быть последовательность. Но почему она у нас часто такая, что она становится очень скучной и предсказуемой? Почему проповеди не всегда актуальны для нашей жизни? Почему проповеди слишком длинные? И как кто-то сказал, вы знаете, проповедник так долго заходил на посадку, так кружил, так кружил, так садился, только с третьей попытки сел, что всех уже выворачивало наизнанку. Уже все мечтали, чтобы он приземлился. Такое бывает. Вы знаете, это тоже говорит о том, что мы все с вами не всегда понимаем самую главную цель поклонения. Иногда мы думаем, самое главное, чтобы все, что должно быть сказано, должно быть сказано. Мы также можем с вами заметить, что проповеди наши в наших церквах, они не всегда христоцентричны, они не всегда отражают характер Христа. Они могут быть очень о многом, но не обязательно о характере Бога. И я здесь хочу, дорогие друзья, вам сказать, давайте все это будем говорить не в адрес проповедников проповедующих, а в адрес вам, молодым, которые завтра будут проповедовать, и которые сегодня проповедуют на молодежные богослужения. Поставьте себе цель, чтобы каждое ваше выступление, когда вам дали речь на молодежном собрании, каким-то образом раскрыло характер Бога. Подумайте об этом. Каждая цель, каждое выступление должно каким-то образом раскрыть характер. Говорят, очень часто в наших церквах пасторы, а иногда рядовые члены вызывают чувство вины у вновь пришедших. И вы, наверное, знаете, что иногда может подойти какая-то бабушка и скажет, «Ты куда пришел? Ты что в таком виде?» И это что? Это тоже чувство вины. Или ты кого привел? Ну почему ты ему не сказал, как одеться? Это дом Божий. Или как вы себя ведете? Вы знаете, замечания, может быть, иногда и нужны, да? Но мы должны с вами думать о том, какое это создает отношение. Очень часто мы недружелюбны по отношению к гостям. И мы думаем, что, вот гости думают, что нашим членам нужны больше в наших общинах что? Тишина, традиции, порядок больше, чем человек, пришедший с улицы. Вот некоторые люди считают, что мы слишком часто собираем пожертвования, да? Вот. Иногда бывает так, что мы, придя на богослужение, чувствуем, что вроде бы мы ушли оттуда голодными. А почему это получается? Потому что не всегда мы все понимаем, даже те, которые участвуют в богослужении, что люди пришли коллективно, знаете, для какой цели? Послушать хор, новую вокальную группу, показать свои наряды, как мы сегодня приготовились, да? И некоторые приходят и с этой целью. Посмотреть на тех, кто еще из молодежи пришел. Для чего мы приходим в субботу для богослужения? Вы знаете, есть вот эта одна фраза. Вместе поклониться Богу. И нам иногда удается все вместе поклониться, иногда не удается. И когда нам не удалось вместе поклониться, когда мы не почувствовали, что мы поклонились совместно, мы уходим голодными, может быть, интересная программа, могло быть много номеров, но вы чувствуете, вы не поклонились вместе Богу. Поэтому очень часто мы можем с вами заметить, что хвала отдельной группы, и вот я знаю, что у вас очень много талантов, многие из вас поют, участвуют в музыкальном служении. Замечательно. Вы знаете, важно, чтобы на богослужении было время, когда хвала отдельной группы переросла в коллективное восхваление Господу. У нас не всегда это получается. У нас часто это отдельные номера. Отдельный номер вокальная группа, отдельный номер общая пения, но они отдельно. У нас не всегда это получается. И очень часто получается, что большая часть на богослужении это наблюдатели какие у нас, активные или пассивные? Пассивные наблюдатели, не говоря уже о том, чтобы они были участниками. Интересно, что Елена Вайт, она много писала, хотя она не написала отдельной книги о богослужении, но она писала, и у нее есть очень много высказываний, которые представляют очень сбалансированную позицию. Например, из свидетельства том 5. «Делайте богослужения интересными, привлекательными. Оно должно быть проникнуто атмосферой неба. Пусть не будет длинных, сухих речей и формальных молитв просто ради проведения времени. Все должно быть готово действовать с быстротой. И когда их обязанности будут выполнены, богослужение может быть закончено. Так интерес слушателей будет сохранен до конца встречи. И такое богослужение будет как угодное приношение Господу. Служение должно проходить интересно, привлекательно и не должно перерождаться в сухую форму». Очень интересное высказывание. Итак, что же такое богослужение? И приемлемо ли наше богослужение для Бога? Каким оно его представляет? Вот некто сказал, очень интересная фраза. Большинство людей думает, что богослужение – это представление, в котором служитель – это главный актер, Бог – это суфлер, который через Духа Святого ему напоминает, что говорить, а рядовые члены – это критики. И вот у нас критиков всегда очень много, да, сидящих в зале. Но на самом деле община – это главный актер, служитель – это суфлер, а Бог – это, в кавычках, критик. Понравится ему, приемлемо будет богослужение или неприемлемо. Духовный пир для избранных. Как вам кажется, может ли наше богослужение таковым стать? Мы с вами видим, что богослужение, оно должно быть не просто вот этой программой, которую наблюдает со стороны, как пассивные зрители. Богослужение должно быть таким мероприятием, в котором мы должны стать активными участниками, подобно вкушению пищи. Представьте, вас бы пригласили на какой-то банкет. Вы пришли, вы видите красиво накрытый стол, очень много всяких блюд, но была такая интересная программа, что не было времени вас пригласить к столу. И вы только наблюдали за этими продуктами, да, за этими блюдами, но никто не предложил вам вкусить и насладиться этой пищей. Вы знаете, очень часто бывает так, что у нас очень много пассивных наблюдателей на богослужении. Программа на сцене очень хорошая, очень красивая, но основной зал не попросили присоединиться к этой программе и вкусить. И получилось, что вкусили только те, которые были на сцене. А Господь говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Давайте же посмотрим, а есть ли в Библии какие-то модели богослужения. Мы находим несколько отрывков, вот это только некоторые из них. Мы находим в Исаии 6 главе, когда Исаии открылось видение, что происходило перед престолом Господа. И он увидел кусочек богослужения. Мы видим откровение, 4 глава, когда Иоанн был восхищен в видении. И он увидел, как совершается поклонение вокруг престола. Откровение, 5 глава, Откровение, 7 глава, с 8 по 12 стих. Когда мы смотрим с вами из Исаия 6 главу, мы видим, что вот эти первые 9 стихов, они отражают очень интересную динамику. Мы видим, что вначале он увидел Господа, сидящего на престоле. Значит, на богослужении, прежде всего, кто должен видеть? Виден быть, как вы скажете? Господь, сидящий на престоле. Вы представляете, какая это торжественная для нас с вами задача? Мы, которые программируем богослужение, мы должны так возвысить Господа, что все, кто пришли, прежде всего, кого должны увидеть? Господа, сидящего на престоле. Не просто стоящего вот тут в углу сцене, напоминающего нам, а сидящий на престоле, это значит как? Возвышенный, вознесенный, да? Потом мы видим, что и пророк Исаия, он говорит, что он увидел тех, которые восхваляли его, то есть вокруг престола было восхваление, свят, свят, свят Господь Саваоф, то есть при вознесении его характера. Мы видим, что в ответ на это было сравнение себя с этой славой Божией, да? «Горе мне, ибо я какой? Человек грешный». Покаяние, после этого принятие прощения, искупления, после этого мы видим голос Бога, который провозгласил, призвал, дал какое-то задание, и мы видим, что после этого был отклик человека, посвящение этому заданию. Вот я, пошли меня, и поручение, куда же конкретно ему идти? Вы видите, что богослужение, оно должно вот эту цель исполнить. Господь должен быть возвысен нами на престоле, восхвален, поднят. Должно быть время, когда мы его все услышали, и время, когда мы поняли, кто мы, и что нам нужно очищение, и потом, чтобы мы поняли, что нам делать, какая наша задача, и ушли с богослужения с конкретным поручением. Когда мы смотрим с вами библейскую модель из Откровения, мы тоже удивляемся, насколько красиво представлено то, что происходит вокруг престола на небесах, что видел Иоанн. Мы видим там центр, там опять же сидящий на престоле. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял в небе, и на престоле был сидящий. И сидящий был видом подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола. А на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые были обличены в белые одежды, имели венцы на головах, золотые венцы на головах». И дальше он описывает, что от престола сходили громы и молнии. И дальше он говорит, что были четыре животных, и эти животные восклицали «Свят, свят, свят Господь Бог Сидержитель». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря «Достоин ты, Господи, принять славу, честь, силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Это отрывок только из четвертой главы. И дальше мы видим красивое описание пятой. Видите, мы видим, что опять престол стоит в центре, потому что двадцать четыре старца как расположены? Вокруг. Вы замечаете? Раз вокруг, значит, престол где? В центре. Если престол в центре, значит, центр поклонения кто, дорогие друзья? Господь. Вы знаете, вот это должно быть нашей очень четкой мыслью, что центр поклонения и цель поклонения, когда мы пришли, это кто? Это единственный сидящий на престоле Господь. Дальше что мы должны сделать на богослужении? Ведь, может быть, пришел человек с улицы, он знает, кто такой Господь? Вот если бы Иоанн написал нам, и вот я видел престол, и на престоле был сидящий. И дальше, и двадцать четыре старца вокруг. Вы бы знали, какой сидящий, какой вид его? Вы не знали бы. Но Иоанн что сделал? Он описал, какой был сидящий. Вот вы знаете, человек пришел с улицы, он воспитывался не в верующей семье. Он не знает, кто такой Бог, сидящий на престоле. Чья задача рассказать, каков Он, сидящий на престоле? Вы знаете, иначе человек не может перед Ним поклониться. Он же не знает, кто сидит на престоле. Ну, один сидит, но другой сидит. У одних сидит один в религиях, в одних у других сидит другой. Каков Он, сидящий на вашем престоле? И вот мы видим, что вот описание должно присутствовать. Каков Он, какой его характер? Мы должны провозглашать этот характер. Это должно быть место на богослужении, когда мы должны воспеть, восхвалить, зачитать отрывки Писания. Каков наш Господь, сидящий на престоле? Вознести Ему славу, вознести Ему молитвы, преклониться пред Ним. Почему? Потому что Он таков, возвеличить Его, да? И мы видим, что когда вот это будет сделано, то тогда что совершается? Не только те, которые вокруг престола, 24 старца и животные начнут восхвалять. Мы видим, когда мы читаем пятую главу, в которой мы тоже видим очень интересно. И мы тоже видим, что там центр сидящий на престоле, агнец, который выходит в середину, опять в центр. Мы видим вокруг него опять 24 старца и животные. И там интересно, вы замечаете, что когда начинают сначала словословить, восхвалять 24 старца и животные, потом к ним начинает присоединяться великое множество ангелов. И эти-то великое множество ангелов, и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престолов, и животных, и стартовцев. И число их было тьма темы тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И посмотрите, что получается дальше. Казалось бы, вот только животные, старцы и ангелы, но нет, потом к ним присоединяется еще большее количество. И всякое создание, находящееся на небе, на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле, и агнцу благословения, и чести, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали, и поклонились живущему во веки веков. Вы знаете, это очень торжественная, очень красивая модель. Но вы видите, как постепенно она перерастает в коллективное поклонение. Начинается с группы на сцене вокруг престола, скажем, потом присоединяется дальше все больше и больше ангелов, а потом присоединяется всякое создание во Вселенной, перерастает в коллективное поклонение. Вот это искусство должно быть соблюдено в наших церквах на богослужении. Оно должно быть здесь начато ведущими, но потом все собрание должно вовлечено быть во что? В коллективное поклонение и преклонение перед Господом. Вы знаете, когда это совершится, и когда богослужение окончится, скажите, люди из такого богослужения какие будут уходить? Накормленными, они воодушевленными, с чувством глубокого удовлетворения и сознания. Они знают, кто их создатель? Они знают, кому они поклоняются и кто их создатель. Поэтому, дорогие друзья, вот одна из моих целей сегодняшнего семинара, чтобы в вашем сознании очень четко закрепилась эта мысль, что центр каждого богослужения нашего, как верующих, должен быть кто? Сидящий на престоле. Любое стихотворение, любая песня, любой хоровой или вокальный гимн, любая сценка, которая тоже может быть в богослужении, должна на какую цель работать? Привознести кого? Сидящего на престоле. Привознести, открыть его характер. Потому что мы это должны сделать. Мы должны показать собравшимся, вокруг кого мы собрались. Не вокруг чего, понимаете? Не вокруг субботы. И не вокруг четвертой заповеди, потому что надо ее соблюдать. Нет. Сама заповедь служит тому, чтобы мы собрались вокруг чего? Сидящего на престоле. И мы должны открыть, каков он. Поэтому мы должны, как мы это начинаем делать? Вот с этого возвеличивания, словословия его характера. И тогда это может перерасти в поклонение ему. Вы видите, что когда вы читаете вот эти библейские модели, что поклонение на небесах сопровождается какими? Печальными, траурными восклицаниями. Или какими восклицаниями? Радостными. Но в то же время какими? Посмотрите, какие тут красивые слова. Оно отражает что? Благоговение. Потому что если вы перед престолом, того, вокруг которого громы и молнии, и вид его подобен яспису, и блистающему солнцу, скажите, вы будете себе позволять пренебрежительно или так, в общем-то, не совсем формально, петь или что-то делать? Вы будете с благоговением. Вы осознаете, перед кем вы. Поэтому вот этот момент, что невзирая на то, что мы должны восхвалять с радостью, и Елена Вай тоже отмечала, что музыка, пение должны быть какими? Радостными. Должно будет присутствовать что? Благоговение и порядок. Потому что присутствие Бога это вызывает. Вы можете увидеть, что вот именно вот эти моменты, они включены в библейские модели. Восхваление Господу, благодарение Господа, преклонение перед Господом благодарного человека, исповедание, обретение собственного прощения, ощущение чистоты после этого. Господь очистил меня, когда я преклонился перед Ним. Слушание Его Слова, отклик этому Слову и получение силы. Поэтому, вы знаете, мы можем с вами сказать, что богослужение это не что-то, что придумали мы или что придумал человек. Это то, что предложил нам Бог. Приходите из субботы в субботу. Для чего? Чтобы преклониться, поклониться мне. Поэтому мы с вами уже, я думаю, одну цель семинара с вами очень хорошо осуществили. Мы поняли, что должно быть основной целью богослужения. Поэтому, вы знаете, меня очень иногда печалит, когда я слышу не только молодых, а в возрасте людей, уходящих с богослужения. Когда они говорят, ну, что-то интересное сегодня было на богослужении. Ну, ты чему-то научился. Ну, проповедник что-то интересное сегодня рассказал. Проповедь была интересная. То есть, как будто такой вывод. Проповедь была интересная, значит, богослужение было каким? Успешным. Но это не главная цель богослужения, чтобы проповедь была интересной. Понимаете? Проповедь одна из центральных частей, потому что она должна сказать, что сегодня вы услышите от сидящего на престоле. Вы принесете ему свое поклонение, что от него услышите. Понимаете? Это очень важная часть богослужения. Но это не главная цель, чтобы проповедь была интересная. И поэтому мне очень хочется, чтобы вы, которые были на конгрессе, когда будете уходить с ваших богослужений, когда будете участвовать, когда вы будете беседовать с молодежью, проводить семинары, вы начали их учить. Что оказывается, самый важный какой вопрос, когда вы уходите с богослужения? Удалось ли тебе поклониться Господу сегодня? И это не только задача тех, которые будут вот здесь вести ход служения. Вы знаете, человек не может поклониться, если он пришел не с приготовленным сердцем. Он просто не может. Поэтому сердце нужно где начать готовить? Дома. Конечно, богослужение имеет много целей, потому что Господь через богослужение достигает много целей. Это может быть и назидание павства, и спасение погибающих, но все-таки главная цель – поклонение Богу. И вы знаете, если наши храмы станут известны именно этим, то есть вот если вы туда пойдете, между собой неверующие будут говорить, вы увидите, как действительно люди поклоняются Богу. Вот если так про нас будут говорить, значит у нас богослужения какие? Правильные, библейские. Поэтому богослужение, оно должно как бы отражать и вовлекать всех в коллективное Бога-богоклонение. Центр поклонения не рядовые члены, не интересующиеся, не дети, не взрослые, даже не молодежь. А кто? А Господь, сидящий на престоле. Вы знаете, вокруг вот этого заявления очень много всяких дискуссий, потому что вы, наверное, слышали, что существует сегодня много стилей, и все спорят, какой стиль более современный, какой лучший, надо ли нам менять стили. И это у меня как бы вторая часть семинара, но мы ее сегодня не будем рассматривать. Я хочу вам вкратце только сказать, стилей несколько сегодня отработанных существует, но цель каждого из стилей остается та же. Какая? Поклонение. Некоторые говорят, надо более современный стиль, тогда люди будут приходить в общины. Нет, потому что богослужение не для того, чтобы... Не для неверующих, понимаете? Центр богослужения – это не неверующие люди, которых надо заинтересовывать и развлекать. И не рядовые члены, которых надо постоянно кормить и назидать. Центр кто? Сидящий на престоле. Надо ли тогда сказать, что тогда неверующие не могут прийти, потому что они не понимают, как поклоняться, а только верующие понимают? Нет, тоже так нельзя сказать. Почему? Потому что вы помните, что все дети на земле, все люди – это дети кого? Только есть блудные, которые долго в дальних странах блуждали. И даже сами и не знают, что они там блуждали. Кто-то родился уже в чужой стране. А есть те, которые уже нашли путь домой. Но Господь хочет, чтобы каждый, кто попал вот в этот храм, когда идет поклонение Ему, понял, что Он пришел к кому? Домой, к Отцу. Поэтому вот когда мы думаем о разных стилях, очень важно не сместить акценты. Наверное, должны быть разные стили. Но каждый в свое время. Но любой стиль должен работать на эту цель. Мне хочется вам сказать, что когда вы эту цель ясно понимаете, когда вы будете планировать богослужения, подбирать гимны, молитвы, писания, проповедь, тогда у вас действительно все сработает. Если вы знаете, что все эти четыре момента, на какую цель должны работать? Чтобы помочь всему коллективу. Что сделать? Поклониться Господу. Отсутствие серьезного планирования сегодня очень часто и является вот той причиной, почему у нас неэффективные богослужения. Кто должен отвечать за планирование богослужения? И, дорогие друзья, если вы проводите в общинах в субботу после обеда или на неделе молодежные богослужения, тоже создайте свой комитет. Вот если, скажем, это богослужение субботнее или церковное, туда должны войти пастор, музыкальный руководитель и комитет по планированию богослужения, несколько человек, кого вы туда назначите. Вот они все вместе должны собираться на неделе, не за 10 минут до субботнего богослужения, чтобы узнать, какой псалом первый, какой второй, да? Потому что тогда не получится вот это красивое поклонение Богу. Точно так же и молодежные богослужения. Должен быть молодежный руководитель, музыкальный руководитель молодежи или общины. И несколько человек, кого вы включите в комитет по планированию, собирайтесь на неделе и планируйте ваши встречи. Я вам перечислю только стили, чтобы вы просто, как бы сказать, для информации знали, что вот стили так называются, которые сегодня существуют. Литургический стиль проведения богослужения. Скажите, в нашей церкви его используют или нет? Литургический? Ну, многие думают, что нет. А я скажу, используют. Вот вечеря Господняя, как вам кажется, как она проводится? Особо или как субботнее богослужение? Вот это оттенок литургического стиля. Каждое субботнее богослужение у нас – это недоминирующий стиль. Но иногда наша церковь использует, когда у нас есть такие литургии, мы говорим, да? Такие обряды. То есть у нас есть такие обряды, которые мы хотим провести торжественно. Вы знаете, что в этот момент, допустим, вечеря Господня, скажите, подбирайте особую музыку, особый жанр, особо возвышенные, подбираем стихотворения, или чтение, или декламации, чтобы состоялся этот стиль. Песнопение – это уже другой стиль, правда же? Но это литургический. Традиционный – это в основном, как у нас проходит с вами каждую субботу. И здесь я не хочу, дорогие друзья, сказать что-то плохого о традиционном стиле, потому что он сослужил очень хорошую службу нашей церкви. Я хочу только сказать, что неправильно, когда мы с вами думаем, что традиционный – это так, как было раньше, а так, как было раньше, должно остаться всегда. Вот это неправильно. Но традиционный стиль, он может существовать и сегодня, и завтра. Но необходимо думать о том, какие еще стили можно добавлять и как можно комбинировать. И вот вы видите, последний стиль – комбинированный. Это когда в основу ложится традиционный, но если вообще немного молодежи, много другого возраста, то тогда начинает думать о том, как сделать стиль комбинированный. Стиль, направленный на духовное пробуждение, современный стиль и стиль, учитывающий присутствие ищущих гостей и так далее. Особенно во время евангельских кампаний мы часто используем вот этот предпоследний стиль. Мы по-другому проводим, правда же, своему кампанию. Но что нам нужно учитывать? Вот любой бы стиль мы не избрали, вы знаете, что нам нужно учитывать? Нам нужно учитывать, что каждый стиль должен отразить ни современную культуру, ни какие-то вкусы одной возрастной группы или другой, нет. Мы должны отразить наше понимание того, каков кто? Сидящий на престоле Бог. И мы должны здесь совпасть, как молодежь понимает сегодня Бога. Молодежь сегодня чуть-чуть по-другому понимает Бога. Она может подойти так и руку в карманы положить и помолиться. Доброе утро, Господь. Я сегодня хорошо завтракал. Спасибо, что у меня было что поесть. Скажите, человек 80 лет, который всю жизнь был в церкви, может так помолиться? Он не может так помолиться. Потому что он по-другому понимает, каков Бог. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим, каков Бог, мы должны отразить разное понимание и той возрастной группы, и этой. Но найти баланс. Мы не должны уходить в крайности. Потому что и этот кусочек объясняет характер Бога, и этот кусочек объясняет. Наше поклонение всегда должно быть с каким чувством? Благоговением. Вы знаете, я хочу сказать о музыке. Артур Артурович немножечко говорил. Я очень люблю видеть, как наша современная адвентистская молодежь находится в поиске, ищет пути правильного прославления Бога. Мне нравятся очень многие современные молодежные гимны. И я просто рада, что Господь так благословил церковь талантами, что вы пишете и музыку, и стихи, и имеете голоса. Это замечательно. Я хочу только сказать, что, вы знаете, иногда молодежь не понимает, а почему то поколение нам ставит какие-то рамки, запреты и так далее. Если вы будете понимать вот этот принцип, что музыка на богослужении, она должна быть не только красивой с точки зрения музыки, да? Она должна что сделать? Что иметь? Духовное содержание, гармонию и цель привести человека опять к чему? Сказать, вот это здорово сыграли сегодня, да? Вот здорово. Какая цель была? Привести к поклонению, к сидящему, чтобы все пали и сняли свои венцы. Не перед вами, которые здесь. Поэтому вот иногда, вы знаете, я не против, знаете, что молодежь там выражает свистом, хлопками. Но когда я слышу свист в ответ на музыкальный гимн, я понимаю, что этот свист превозносит кого? Тех, кто здорово спели. Я как-то не понимаю, что можно просвистеть сидящему на престоле. Понимаете? Поэтому как-то мне кажется, когда вы просвистели, это значит, они здорово спели. И вы знаете, мне даже жалко, потому что они плохо свою работу, значит, сделали. Они не привели вас к тому, что вы склонились к предсидящим на престоле. Понимаете? Поэтому я не против, чтобы вы выражали ваши эмоции. Но опять же, это говорит о том, что мы не понимаем основную цель, для чего мы поем или к чему мы ведем людей. Я хотела вам еще такую красивую иллюстрацию привести. Вы знаете, на что можно неотрывно и долго смотреть? Огонь. Еще что? Вода. Еще что? Еще? Как другие работают. Вы правы, как другие работают. Вот это говорят три вещи. Вы знаете о том, что часто даже медики посылают людей с расшатанной нервной системой уехать на курорт, уехать на море и долго-подолгу сидеть на берегу океана или моря и смотреть куда? И слушать что? Вдаль найти волны и слушать что? Звук прибоя, шум этих волн, ритм природы. Знаете почему? Вы слышали, что люди, многие после этого возвращаются исцелившиеся. Знаете почему? Потому что в природе есть ритм. Этот ритм гармония, отражает гармонию. И когда вы смотрите на огонь, там тоже есть ритм. Вот эти пляшущиеся, знаете, огни, язычки огня. И когда вы смотрите и сидите, вы ощущаете, что все ваше язычство начинает входить и настраивается в какой ритм? В этот естественный ритм. Вы знаете, все небо, оно живет по определенному ритму, который отражает гармонию. Вся музыка, которая наполняет небо, там не обязательно печальная и очень уж классическая. Там разная музыка, но она отражает что? Гармонию. И вот я хочу вам сказать, дорогие друзья, особенно кто имеет музыкальное образование, вы знаете, о чем я говорю. О ритме, о гармонии и как сделать, чтобы это все совпало в одном произведении. Вот такая музыка несет исцеление душе и сознанию. Точно так же, как когда вы сидите и смотрите и слушаете шум воды. Вот эта музыка, потому что она приводит вас даже физически в правильный ритм. Она восстанавливает вас в правильный ритм. И я считаю, что может быть очень много современных молодежных гимнов, которые принесут вот такое исцеление душе и восхвалят и откроют красоту характера Создателя. И вот это мы должны с вами сделать сегодня. Потому что кто расскажет миру, каков Бог, и кто покажет, как поклониться Ему, как преклониться, как сказать, что я ничто, как получить от Него очищение, как получить наставление и уйти в этот мир, чтобы что-то сделать в этом мире. Вот это должно выполнить наше с вами богослужение. Можно много говорить о богослужении. Я думаю, у меня только одна третья часть презентации покрыта. Хочу вам сказать, дорогие друзья, есть структура, она из четырех П. Вы можете записать себе и потом, может быть, вы можете когда-то найти материал, который тоже будет опубликован в нашей публикации. Порядок богослужения, структура, начните внедрять ее даже в ваши молодежные богослужения. Приветствие, первое. Второе, прославление и поклонение. Третье, проповедь и четвертое, посвящение. Вы знаете, первая часть приветствия, вы знаете, у нас принято, что выходит один человек, приветствует, открывает, часто это пресвитер или кто назначен в общении. Вот что скажут в первые минуты богослужения? Вот оно уже создает атмосферу, оно уже настраивает. Какая перед этим играла музыка, когда люди собирались после перерыва во вторую часть, это уже все работает на эту цель, что мы сейчас начнем поклоняться, превозносить сидящего на престоле. Очень важно, чтобы мы понимали, чтобы на подиум сюда выходили люди разных возрастов, потому что те, кто выходят сюда, это будет означать, это будет означать, вот такая церковь собралась на поклонении. Поэтому хорошо, если не один человек приветствует, если еще несколько человек вышли. Потому что если там всегда только люди за 50+, это значит, что молодежи место где? На балконе и в коридорах, понимаете? И поэтому, дорогая молодежь, я хочу, чтобы вы проявляли инициативу, чтобы вы сами подходили к вашим пасторам, пресвитерам и сказали, можно наше после приветствия кто-то из молодежи скажет несколько слов, прочитает четверостишья, можно кто-то из молодежи будет зачитывать тексты из Писания, можно кто-то из молодежи будет делать какие-то объявления или два человека вместе. Если нет молодежи на сцене, это значит богослужение только для кого? Для тех, кто вот этого возраста. Это молчаливый сигнал. Поэтому мы должны с вами это помнить. Я хочу вам сказать, что очень важно в самом начале помочь человеку начать исследовать сердце. Почему я пришел на богослужение? Не все понимают эту цель. Вы можете даже сказать это, когда вы говорите, обращаетесь, вы знаете, что мы пришли в присутствие Бога, но вы можете думать, а как я здесь Господа увижу, как я могу поговорить с Ним, что я должен Господу? Эти вопросы можно озвучивать, чтобы человека привести, привести к этому пониманию, что они пришли в присутствие Господа. И очень важно, чтобы мы с вами могли понимать, что то, что мы будем говорить, оно должно работать на эту цель. Поэтому я думаю, что хорошо, если объявляющие будут всегда говорить и открывающие. Мы собрались здесь для чего? Чтобы в самом начале было богослужение понятно, чтобы встретиться с нашим Господом и поклониться Ему. И мне хочется, дорогие друзья, сказать вам, вот эти все четыре части, которые мы с вами сейчас записали, самая главная часть, которая приводит и осуществляет вот эту библейскую цель, или вы знаете, это вторая. Если она правильно сделана, тогда Слово Божие ляжет на правильную почву. Вы видите здесь прославление и поклонение. Прославление мало сделать одним номером общего пения и может быть хором или вокалом. Это еще не коллективное поклонение. И сегодня наша церковь имеет уже наработанный опыт в разных общинах, когда предлагают общине петь хором три-четыре псалма подряд. И таким образом постепенно людей вовлекать в коллективное поклонение. Я считаю, что не всегда правильно петь эти четыре-три псалма стоя, потому что у нас есть разные возрасты, некоторым тяжело стоять пятнадцать или сколько-то минут. Я считаю, что удобная форма вот сидеть, но когда мы просим гимн за гимном петь, когда мы высвечиваем эти слова, когда между этими псалмами есть ведущие, опять же хорошо, чтобы они были с разных возрастов, чтобы они обращали внимание на характер Господа, чтобы вот в этой первой части были, знаете, какие псалмы подобраны? Псалмы хвалы, псалмы, открывающие характер. И вот когда это состоится, тогда мы, когда вы почувствуете, что весь зал в конце на третьем, на четвертом, он уже коллективно восхваляет, вот тогда можно и привести к коллективному поклонению, когда мы что-то отдаем, и дары, и молитвы, и просьбы, и потом, что говорит нам Господь. Пусть Господь поможет, чтобы сегодня, когда церковь ожидает от молодежи многое, вы первые, лучше всех, поняв эту цель, что такое богослужение, могли принести ее в церковь и сделать реальностью, и возвысить сидящего на престоле, которому должна быть честь и слава во веки веков. Аминь. 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 Продолжение следует...